То есть, по сути, я контролирую левую руку левой рукой, а правую руку правой рукой. Здесь у меня контроль пальцев и даже большого пальца. Сейчас попробую сделать кулак. И сейчас я покажу палец своему продюсеру. Добро пожаловать в наш автоблог. Я Джонатан Бакли, и мы обнаружили себя в Южной Корее, чтобы заценить то, что многие называют «механический костюм», но другие любят называть «роботизированным экзоскелетом». И прикол в том, что мы уже годами смотрим как на большом экране, так и на маленьком. И как очередной пример искусства имитации, человекообразные роботы разрабатываются по всему миру. И я думаю, что мы нашли самый лучший пример. Я Джин Хао, президент Хэн Кумару и Технолоджи, и вдохновитель Метода 2. После того, как он сделал состояние в интернет-секторе, он перевел внимание на то, что считает следующей большой фишкой «роботы». Он пригласил нас на демонстрацию Метод 2, чтобы мы воочию увидели, как его команда превращает научную фантастику в реальность. Метод 2 — это первый робот в мире, с которого может забраться человек и свободно с помощью него перемещаться. Человек может управлять им как машиной. Ты даешь ему команду идти вперед — он идет вперед. Нажимаешь тормоз — он останавливается. Если ты резко надавишь тормоза, он тоже резко остановится. Хочешь повернуть — он повернет. Самое лучшее в этом роботе — это руки, которые можно применять в различных ситуациях, где нужна специфическая работа, также требующая довольно больших физических нагружек. То есть в этом область, в том как робота, как какой-то безопасный механизм, чтобы спасать людей, ходить туда, куда люди не могут, или это просто ради веселья? Давайте я спрошу вас, для чего бы ты использовал этого робота? Для драк. Во, я бы тоже. Когда люди первый раз видят этого робота, они пугаются. Но это занимает менее 10 минут, чтобы они стали комфортно себя с ним чувствовать. Им начинает нравиться то, как он работает, и то, что он может делать. То, что люди не должны его бояться. Необычные упаковки своего функционала. Метод 2 был сначала разработан, а затем уже технология была приспособлена, чтобы принять человеческую форму. Дизайн был разработан Виталием Бургеровым, который создал новой версией робокопа, трансформером и терминатора. И он специально был сделан, чтобы пробудить мастергию по Sky-Fi Fantasy, на которых мы выросли. Для нас главный дизайн. Затем уже идет технология, чтобы работать с этим дизайном. В итоге это самый большой управляемый человеком робот в мире. И как вы видите, он в человекообразной форме. У него есть коленные суставы, тазовые, ступни, кисти. В общем, около шести суставов, только в ногах. Усилено все моторами и ремнями. И на удивление, нет никакой гидравлики. И как можно видеть, все довольно прилично весит, потому что все фрезерованное из алюминия. Но моя любимая часть, любимая деталь, она вот здесь. Это кулак. Все эти пальцы на самом деле контролируются внутри рубки кнопками. Ты нажимаешь или отпускаешь кнопки, чтобы сжать или разжать палец. Все суставы на месте. И здесь все даже прорезинено изнутри, чтобы ты хорошо держал то, что схватил. И даже видев все видео на ютубе, никакое сравнение не идут, когда ты стоишь рядом и видишь, как все проработано в деталях в этом методе 2. Самое сложное, что было при создании этих роботов, что нам приходилось производить все сами. Мы не покупали части у других компаний, но создавали все сами через тяжелый путь проб и ошибок, чтобы в итоге получилось то, чего еще нет в мире. Нам пришлось создать сотню вещей до самого робота. Вы можете видеть, что руки покрыты красивым углепластиком, и ноги вскоре получат точно такое же покрытие. Я думаю, что верхняя часть тела будет весить меньше, чем нижняя часть. Но, как мне сказали, что на самом деле отдельное распределение веса это один к одному. То есть верхняя часть точно такого же веса, как нижняя. Я на самом деле не знаю, как это работает. Это выше меня, но я думаю, что как-то справлюсь. Мо первый опыт в этом методе 2 это демонстрация ходьбы без участия рук. Движения в итоге будут управляться педалями в кабине, но сегодня ходьба управляется дистанционно командой техников симуляцией на рабочей станции. То есть мы сейчас пройдемся. Хорошо. Это... Я даже не знаю, что сказать. Нет слов. Я даже немного волнуюсь. Это мой первый раз управляю большим человекообразным роботом. И я застрахован на кране в данный момент. Мне говорят, это просто для безопасности. Убедиться, что все пойдет так, как надо. Но без сомнения можем отсыгнуть эти крюки и пойти к двери, если захотим. Он ожил. Блин, я чувствую себя как в одном из этих сумасшедших ходоков в Звездных Войнах. Он должен землю сотрясать. Полторы тонны механизма. Он немного качается из стороны в сторону, как вы можете видеть. Блин, мне точно надо один такой купить. Блин, и, конечно, шум, который он делает. Я не могу перестать думать над тем, что именно этот звук будет вселять ужас в сердца многих людей. Он, на удивление, чувствуется довольно стабильным. Ну и, конечно же, тяжелым. Поэтому я чувствую, как он ударяет ногами по земле. Но вперед-назад он не качается. Хотя я все равно рад, что мы со страховкой. Потому что если мы вдруг споткнемся и полетим лицом вперед, полторы тонны будет больно. Я вот думаю, однажды, после всего этого, мои внуки посмотрят на меня и скажут, «Почему ты тогда не остановил их? Ты же там был в самом начале. Почему ты их не заставил остановиться?» Хорошо, мне дали добро, чтобы попробовать руки. Если вы когда-нибудь видели какие-нибудь из этих, ну, скажем, «Мех Ворьер» или фильмы, где есть такие костюмы, вы знаете, что зачастую они идут с контроллерами для рук. И здесь именно такие и есть, что просто разрывает мозг. И контроллер, они вот здесь вдоль кресла. Я мне сейчас просуну руки на каждом поджойстику и я просто подниму их. Бэйт не может. У меня управление пальцем и для больших пальцев. Сейчас я попытаюсь сделать кулак. Сожму все пальцы. Блин, эти руки прям как Оптимуса Прайма. О, хорошо. Как хорошо реагирует. Даже не знаю, с чего начать описание, как это круто. Я вообще не думаю, что в жизни буду таким заниматься. И главное, что ничего не упущено. Он повторяет все движения. Не могу насмотреться на руки. Они говорят, что вскоре он сможет выполнять первую функцию, когда робот поднимает человека. Весь этот контроль. Это будет переломный момент. Если мы доведем все до совершенства, конечно же, работы еще много впереди. Но, скорее всего, позаймет пару лет. Пока что это все детские шаги. И становиться все будет только лучше и лучше. Блин, так можно долго развлекаться. У нас уже куча запросов на покупку этого робота. Но нам еще достаточно много работать под безопасностью, контролем, манипуляциями, прежде чем выпустить его на рынок. Я думаю, года через два общественность сможет его купить. Но перед этим все должно быть идеально подготовлено. Сколько я должен буду заплатить за это? А сколько бы ты заплатил? Ну, не знаю, надо в суперкар, как Феррари, 1,4 миллиона. За эту цену ты можешь купить половину руки. Хорошо, честно. Блин, я без сомнения могу сказать, что это одна из самых клевых вещей, которые я бы когда-либо делал. Для всех, кто смотрит Translogic, я Джонатан Бакли. Увидимся еще.